Рязанцы не хотят жить в разрушенном доме. Это слова жителей, которые заселились в дом в первом осеннем переулке, где сейчас проводятся восстановительные работы. Как снег на голову, горожане не ожидали, что зима придет так скоро. Регион посетила 13-кратная рекордсменка России по плаванию. На соревнованиях, которые состоялись в Аквамеде, Василиса Владыкина провела мастер-класс по навыкам плавания. Прошла неделя с тех пор, как город потрясла новость о взорвавшемся доме в первом осеннем переулке. Сегодня на месте происшествия проходят восстановительные работы. Часть жильцов уже заселились обратно в свои квартиры. Но, как выясняется, не все хотят продолжать жить в доме, который сильно пострадал в результате взрыва. В доме в первом осеннем переулке продолжается разбор завалов. Спасатели почти полностью очистили 8-9 этажи первого подъезда, где произошел взрыв. Скоро разрушенные квартиры будут готовы к демонтажу. Также сотрудники МЧС продолжают выносить из дома разрушенную мебель и строительный мусор. Из 108 квартир дома пострадали практически все. Акты о разрушениях составлены по 105. Три не пострадали. В 73-х квартирах сохранено все имущество первой необходимости. В 32-х оно утрачено полностью или частично. Завершить восстановительные работы должны к 7 ноября. Напомним, что 28 октября жители 2-го подъезда вернулись в свои квартиры. Некоторые из них уже ночевали дома. Но радость возвращения разделяют не все. Я не вернулась. Я просто жду, когда мне будут ремонт. Не ремонт сделают, а поменяют в трубах там пайпасы какие-то. Я ухожу. Я пока не возвращаюсь. Когда я увижу, что там нет ни трещин, ничего, никуда он не идет, не едет, тогда я вернусь. Это какой пример для вас в промежутке времени? Да может целый год будет стоять. Опасения жителей легко понять. Пока видимых повреждений в подъездах нет. Но люди боятся, через год-два в доме могут появиться новые трещины. Стоит отметить, что сегодня должны завершиться выплаты пострадавшим. Из 99 человек компенсации пока не получили лишь 6. Родственникам семей погибших уже выплачено по 1 миллиону рублей. Всего из бюджета на выплаты пострадавшим потратили более 18 миллионов рублей. Синоптики обещают рязанцам снег и похолодание. Осадки будут идти всю неделю. И несмотря на то, что ничего необычного для этого времени года не происходит, тем не менее, для многих автомобилистов зима настала внезапно. По данным автоинспекторов, осенью с наступлением холодов каждый год увеличивается число ДТП. Причина таких аварий – невнимательность водителей, а главное – неготовность управлять автомобилем в сложных погодных условиях. Лучше подготовиться к зиме заранее, чем дожидаться первого снега и больших очередей в шиномонтажные мастерские. Но об этом уже поздно. Все выходные в городе шел снег, а по прогнозам синоптиков осадки продолжатся до конца недели. Более того, с середины недели ночью будет доходить до минус 7. На этой неделе на территории Рязанской области ожидается неустойчивый характер погоды, характеризующийся быстрой смены циклонов и антициклонов. 1 ноября во вторник ночью будет идти небольшой снег, температура воздуха – минус 2, минус 7 градусов. Днем на наш регион постепенно начнет распространяться промежуточный гребень, поэтому ожидается преимущественно без осадков. Дневная температура воздуха останется отрицательной – 0, минус 5. В среду 2 ноября преимущественно без осадков, ночью при слабом ветре похолодает до минус 5, минус 10 градусов. Начало недели встретила гаража с гололедицей и увеличением количества аварий. Так, в минувшие выходные в Скопинском районе на участке трассы Москва-Волгоград произошло ДТП, унесшее жизни сразу трех человек. По предварительным данным, 35-летний водитель, житель Ленинградской области, управляя автомобилем Рено Меган, двигался в сторону города Тамбова, не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с барьерным ограждением, после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомобилем Рено Дастер под управлением 46-летнего жителя Саратова. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Рено Меган и еще два пассажира данного транспортного средства получили травмы, несовместимые с жизнью. В Пронском районе в воскресенье водитель Хонда не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Део Матис. Авария унесла жизни двоих детей. В результате дорожно-транспортного происшествия пятимесячный пассажир автомобиля Хонда получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте дорожного происшествия. Водитель данного транспортного средства и пассажирка с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу. Пассажирка автомобиля Део Матис, 10-летняя девочка, получила серьезные травмы, от которых скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи при доставлении в больницу. В понедельник тоже в области произошла авария в Рыбновском районе. Легковой автомобиль отечественного производства столкнулся с грузовиком. Погибли два человека. Страдают в эти скользкие дни на дорогах и пешеходы. В воскресенье на пешеходном переходе сбили пожилую женщину. Она сломала руку. Автоинспекторы напоминают вновь, что в связи с ухудшением погоды автомобилистам нужно строго соблюдать все правила движения. А тем, кто еще не перебулся, лучше и вовсе пересесть на общественный транспорт. В шиномонтажные мастерские сегодня и выходные было не пробиться. В день специалисты обслуживают до шести десятков автомобилей. В этом году раньше времени наступила зима, снег выпал. И поэтому все выехали в сервисы для того, чтобы переобуть резину. В этом году основная масса людей только сейчас начала приезжать. А многие уже заранее, за две недели переобули. То есть мы всех советуем не откладывать это. Можно записаться, а можно приехать продолжать в очереди. Ездить по скользкой дороге на летней резине очень опасно. Сцепление с дорогой сильно снижается, что может привести к заносу и другим плачевным последствиям. Мы советуем им вообще не выезжать на дорогу, оставить машину и до весны, наверное. Кроме того, специалисты отмечают, что к зиме нужно готовиться и психологически. Это не менее важно, чем техническое оснащение автомобиля. Водителям нужно привыкать к зимнему стилю вождения. Снижать скорость, маневры на дороге совершать более плавно, дистанцию между машинами держать больше, помнить об увеличении тормозного пути и быть предельно осторожными и внимательными. И, конечно же, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Сегодня в России отмечается праздник – День сурдопереводчика. Того человека, который помогает гражданам, имеющим нарушение слуха или речи. Работы у сурдопереводчиков хватает. Каждый день им поступают заявки. Перевод жестов в слова нужен в суде, полиции и налоговой инспекции на приеме у врача. Между тем, на тысячу глухих граждан в России приходится всего три сурдопереводчика. Тогда как, например, в Финляндии их в сто раз больше. О том, как работают люди этой профессии в Рязани, расскажет Галина Ершова. Александра Егорова работает сурдопереводчиком уже 47 лет. А жестовый язык знает буквально с пеленок. Ее старшая сестра глухая, поэтому выбор профессии был очевиден. За многолетнюю карьеру Александре Петровне довелось переводить пленумы, международные лекции, обычные приемы у врача и посещение юристов. Ведь помощь глухим может понадобиться в абсолютно разных сферах жизни. Нужно в совершенстве знать слова. Некоторые слова нужно заменить. Так же, как в русском языке одно слово так, а его же можно иначе сказать. Так и у нас, у переводчиков. Часто приходится упрощать конструкции. Например, вместо муниципальной показывать городской. Но примечательно, что порой сурдопереводчики из разных регионов страны с трудом понимают друг друга. Ведь даже в жестовом языке есть свои диалекты. Почему Рязань? Я говорю, ну говорят, что у нас были колхозы. То есть я им показываю, да, жесть колхозы. Вот. Коров резали, вам в Москву продавали. Поэтому Рязань. То есть Рязань у нас показывается вот так. На что мы потом едем уже в машине, уже непосредственно в наш дом культуры. И мне женщина поворачивается и говорит, а что это? У нас вот это печенье. Для Рязани сурдопереводчик – это редкая профессия. На 1136 человек в обществе глухих всего 9 специалистов. Двое из них работают в районах. Сотрудников постоянно не хватает. В день один специалист принимает до 12 человек. И обычно это не просто беседа, а помощь в решении сложного вопроса, звонки и встречи. Сурдопереводчик – это настоящий член семьи. К нему приходят с радостями и горестями. Поэтому от него требуется доброта, выдержка и искреннее желание помогать людям. Радосты, благодаря даже наших переводчиков. Чуть не сцелуются в обменках. Правда, действительно. Они очень любят наших переводчиков. Благодаря услугам сурдопереводчиков люди с проблемами по слуху могут устроиться на работу, оформить наследство или составить завещание, прийти на прием к врачу и даже добиться спортивных успехов. Ведь это уникальные люди, которым нужно просто немного помочь с общением. И сурдопереводчик становится для них настоящим ангелом-хранителем. Поздравляем всех наших коллег сурдопереводчиков с праздником. Желаю всем успехов в работе и всего самого доброго, а главное – спокойствия. Сегодня ушел из жизни знаменитый актер Владимир Зельдин. Ему был 101 год. В связи с возрастом он являлся самым взрослым действующим актером на планете. Для многих поколений эта утрата является значимой. Не обходит стороной новости Рязань. Владимир Зельдин посещал наш регион со спектаклями. Актер снялся в десятках фильмов, среди которых «Карнавальная ночь», «Дядя Ваня», «Дуэнь» и «Укращение строптивой», «31 июня», «Десять негритят» и другие. Родился Владимир Зельдин в 1915 году в Царской России. Детство и юность актера прошли в годы революции НЭПа. Молодость пришлась на Великую Отечественную войну. Он был свидетелем оттепеля застоя, перестройки и зарождения новой России. Из биографии актера известно, что первую громкую славу ему принес кинематограф. Фильм «О свинарка и пастух», в котором он снимался в военном 1941-м, сразу сделал его знаменитым на всю страну. А в 1945 году Зельдин был приглашен в Центральный театр Российской армии. В перечне театральных работ особое место заняла популярная комедия «Лопа де Вега. Научитель танцев», в которой Зельдин сыграл более тысячи раз. Он также снимался в телесериалах и «Яралаше». Вклад актера в культуру нашей страны отмечен высокими наградами. Он дважды удостаивался ордена Трудового Красного Знамени, имел Орден Дружбы, являлся полным кавалером Ордена за заслуги перед Отечеством. Владимир Зельдин становился лауреатом Государственной премии СССР и премии Правительства России в области культуры. Ему присуждали премии фестиваля «Кинотавр» и фонда Станиславского. В эту среду, 2 ноября, телеканал «Городской» в память об ушедшей легенде в 15.30 покажет творческий вечер Владимира Зельдина, который 4 года назад прошел в нашем городе. В Рязанском бассейне «Аквамед», который расположен на базе Медицинского университета, состоялся открытый всероссийский турнир по плаванию «Кубок Золотого кольца». Среди почетных гостей, посетивших соревнования, была и 13-кратная рекордсменка России Василиса Владыкина. Она провела с участниками турнира мастер-класс. Всего в заплывах приняли участие спортсмены из шести городов от Рязани до Анапы в возрасте от 6 до 68 лет. Легкая вода и быстрые секунды. В бассейне «Аквамед» прошел второй этап открытого всероссийского турнира по плаванию «Кубок Золотого кольца». Турнир стартовал в Костроме. Далее эстафетная палочка соревнований перейдет к Ярославлю, Туле, Калуге и Анапе. Всего шесть городов. В Рязанском этапе приняли участие более 250 спортсменов. Это профессионалы и любители из десяти регионов России. Несмотря на высокий класс соревнований, турнир сохраняет теплую семейную атмосферу, где дети и родители вместе путешествуют по красивейшим городам России и поддерживают друг друга. Мне нравится атмосфера именно турнира, потому что семейный турнир. Приезжают именно дети с родителями на выходные дни и занимаются полезным делом. Вроде как выступают в Среване, получают положительные эмоции. И смотрят города, ну, Золотого кольца. Поэтому турнир очень хороший. Василиса Владыкина – мастер спорта международного класса по плаванию и 13-кратная рекордсменка России. Именно она стала специальным гостем второго этапа и провела мастер-класс для всех желающих по улучшению техники плавания. Работать пришлось со спортсменами разного уровня подготовки и возраста. Объединение поколений, общение с единомышленниками и возможность оценить свой уровень много значит как для участников, так и для организаторов. Ребята не видят масштабного турнира. И вот этот турнир очень хорошо, что не дети едут в Санкт-Петербург, в Казань, в Москву, как это обычно, а мы приехали к вам и для того, чтобы поучаствовали и приняли участие как можно больше детей. Вот что готово себя показать. Все-таки даже если ты не выигрываешь, это все равно большой опыт для тебя. Как ты проплывешь, значит твой результат. Спортсмены могут принять участие как в одном этапе Кубка, так и во всех шести. Это даст им возможность на протяжении целого года оценить рост собственных результатов и побороться за Кубок чемпионов. Для Рязани соревнования такого высокого уровня становятся все более привычными. Ведь есть площадки, которые отвечают международным стандартам. Мы недавно проводили чемпионы по плаванию среди медицинских вузов. Сегодня у нас в гостях золотой кольцо турнир. Будут еще соревнования. Нас это очень радует. И мы действительно... Одной из идей развития бассейна является то, чтобы он стал действительно центром массового спорта. И у нас в таких турнирах было много-много и шли не регулярно. Соревнования всероссийского уровня – это всегда проверка на прочность. Возможность показать свой лучший результат в сезоне и, конечно, получить новое звание. Например, мастера спорта. Об этом мечтает каждый спортсмен. Приятно, что теперь за исполнением желаний рязанским пловцам не нужно далеко уезжать от болельщиков и родных. День автомобилиста не прошел мимо рязанцев. Этот праздник был утвержден в 1991 году и относится ко всем работникам автомобильного транспорта. Чтобы поздравить владельцев машин с этим днем на заправках сети Shell, которые недавно открылись в нашем регионе, автолюбители порадовали подарками и акциями. Подробнее в следующем материале. Это не просто борьба за клиентов, а политика автозаправок. Сеть АЗС Shell, которая действует по всему миру, каждый месяц имеет в своем запасе несколько различных акций. Изначально для удобства клиентам выдают карты лояльности Shell Club Smart. С помощью этой карты вы можете получать дисконт на топливо, подарки от компании Shell и также дисконт на какие-то продукты в магазине. На карте накапливаются баллы, которые дают скидку на топливо. Их также можно обменять на горячий кофе или фирменные подарки от компании Ferrari. Все зависит от того, сколько баллов накопил клиент. Акции же часто бывают сезонные, очень удобны для граждан. Сейчас в ноябре с началом грязного сезона за покупку стеклоомывателя люди получат по 200 баллов. В этом месяце у нас, например, проходит акция, при покупке кофе, твикс вы получаете за рубль. При покупке в магазине более чем на 200 рублей вы участвуете в беспроигрышной лотерее. При заправке Shell V-Power более чем 25 литров вы получаете фирменный стаканчик Shell от нашей компании. V-Power – это топливо считается лучшим в мире. Оно применяется на гонках Формулы-1. Позволяет уменьшить расход топлива и сберечь двигатель. Это 95-й бензин, выполненный по технологии, разработанной компанией Shell совместно с Ferrari. В Рязани такое топливо есть только на заправке Shell на повороте в Ворске и в районе села Срезнево. Там на днях открылась новая АЗС Shell. Следующая, третья станция будет введена в эксплуатацию в ноябре на Куйбышевском шоссе. Рязанцы уже привыкли к тому, что в регионе появился известный на весь мир топливный гигант. Скажите, вы здесь первый раз или уже? Нет, не первый раз. И как вам? Почему сюда им не ездить? Удобно мне очень. Она у меня по дороге домой заправка находится. Очень часто здесь бываю, очень нравится качество топлива. Достаточно интересно, хорошую заправку сделали. Раньше была не такая. Сейчас очень хорошо. Просто машина новая, хочется двигатель сохранить в лучшем состоянии как можно дольше. Что касается Дня автомобилиста, то помимо перечисленных акций, в этот день гостям станции выдавались специальные подарки. Основная наша задача, чтобы каждый наш посетитель, каждый гость остался доволен посещением АЗС Shell. Побольше бы акций. Подобные акции они всегда поднимают настроение. Как у нас в России, на халяву и хлор к творах. Любому человеку, когда к нему идет хорошее отношение, ему всегда это приятно. Поэтому здесь я как обычный человек, я очень доволен. И напоследок еще одна новость, о которой мы узнали в День автомобилиста. В ноябре жители и гости города смогут получить дополнительный литр автомобильного масла бесплатно после покупки 4-литровой упаковки любого масла Shell. Оно, кстати, уникально тем, что выполнено из природного газа. Имеет серо-белый цвет, намного полезнее для двигателя, автомобиля и окружающей среды. На данный момент это все. Следите за новостями на нашем сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь и желаю вам отличного настроения и крепкого здоровья в эту осеннюю погоду. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok